8 часов и 17 минут в нашем городе. Это продолжается программа «Твое утро». И у нас в гостях еще один гость. Но прежде, быть здоровыми и красивыми вам помогут в медицинском центре Евразии. Здесь предоставляют широкий спектр медицинских услуг, диагностические услуги, амбулаторное и стационарное лечение, профилактические и реабилитационные мероприятия, проведение предварительных и периодических медицинских осмотров, а также проведение вакцинации. Абсолютно верно. На базе медицинского центра Евразия амбулаторный прием пациентов ведет и пластический хирург, у которого вы сможете получить консультацию по блефоропластике, отопластике, хейлопластике, липофилингу и липосакции. Консультации, кстати, бесплатные. Да, в нашей студии присутствует пластический хирург Бралов Ибрагим Ильбаевич, ассистент кафедры общей хирургии, стаж работы которого 11 лет. Он прошел специализацию по эндоскопии в ННЦ в городе Астана. Выпустил две книги, является автором 30 научных статей и членом пластических хирургов Казахстана. Доброе утро. Все выпалил на одном дыхании. Мне бы хотелось только напомнить, что медицинский центр Евразия находится по улице Саяба, 1Г. Номер телефона 530808 и 8701-553-0808. Да, вы можете получить консультацию. Асиль, когда зачитывала всю эту информацию, она пластический хирург, на словах пластический хирург, так улыбнулась. Почему же? Всегда ведь радует, когда не нужно никуда ехать. Все в своем городе. Пришел, проконсультировался, потому что и реабилитационный период ведь, скажем так, он не короткий. Конечно, да. В этом плане мы сейчас делали бесплатные консультации. Я могу с пациентом сидеть буквально целый час, целый час, потому что, скажем, ведь помимо эстетических изменений, нам нужна еще и беседа. Это обязательно один из факторов. Вот, приходит пациент, приходит, скажем, с определенной проблемой, вот, и эта проблема не всегда, скажем, является именно эстетической проблемой. Может, что-то у него в душе, понимаете? Вот, мы с ним сидим, мы с ним беседуем, очень долгий разговор, также вот за чашечкой кофе, слушая, скажем, классическую музыку, вот, и решаем эту проблему вместе. Понимаете, вот. На данный момент наш Казахстан довольно-таки большими шагами идет в плане медицины. Вы даже уже заметили, наверное, да, что мы берем большие примеры с наших, скажем, соседних стран СНГ, а также и более зарубежных стран. Вот, и, скажем, это все коснулось по большей части пластической хирургии. То, что она берет такие большие масштабы, и нашим, скажем, людям из Казахстана не надо ездить так далеко, чтобы, скажем, получить желаемый результат. Вот, сейчас на данный момент, на данный момент очень широкий спектр наших услуг, это, скажем, блефоропластики. Что туда входит? Это у нас классическая блефоропластика, также изменение формы век, это вот азиатских век. Век мы делаем, создаем складку века, делаем также изменение орбитальной сферы, то есть для того, чтобы наши глаза стали более выразительными. Вот, в этот момент, ну, естественно, опять-таки, мы не можем провести европизацию век тому пациенту, возраст тоже роль играет. Вот к вам приходит пациент лет 22-30 лет, и, скажем, пациент более среднего возраста, лет 60. Естественно, эти моменты, те, сама вот операция, которая будет, она будет продумываться. Потому что всегда нужно найти именно тот, скажем, ту середину, золотую середину, с которым, скажем, будет согласен не только пациент, но и пластический хирург. Мы ведь не можем, скажем, сделать так, как желает этого пациента. Естественно, есть свой опыт, есть своя точка зрения, ну, и исходя вот из этих факторов. А были у вас такие случаи, когда вы, ну, настоятельно не рекомендовали и отказывались вообще проводить ту или иную операцию? Вы знаете, были, были и довольно-таки часто. Поэтому мы сейчас очень долго с пациентом беседуем. Были даже такие курьезные случаи, скажем, пациент к нам приходит, приходит довольно-таки унылый. Вот, я с ним сижу, мы с ним разговариваем. И во время беседы, то ли вот я не знаю, как это назвать, видимо, самооценка у человека повышается, и он буквально с кабинета выходит без каких-либо медицинских манипуляций, но, знаете, довольно... Претендик к себе, да, довольно счастливый. Да, 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 вот. То есть вы на тот момент являлись не пластическим хирургом, а? Большей части как психологом, да. Вот мы помогаем в этом плане. А когда действительно мы видим те возрастные изменения, которые, да, надо, скажем, немного где-то подтянуть, где-то поправить, то мы обязательно предлагаем это пациенту. И довольно-таки все это успешно получается. А вот с какими вопросами чаще к вам приходят мужчины и женщины? Ну, женщины, женщины здесь у нас процент чуть больше. Мужчин не так много, но нельзя сказать, что их нет. Приходят мужчины, но в основном женщины. А с какими проблемами это возрастные изменения? Возрастные изменения, да. Ну, опять-таки... Это все-таки больше лицо или же уже больше по фигуре? Нет, по большей части лицо. Лицо. Это вот они хотят изменить форму глаз, блефоропластика. Опять-таки возрастные изменения, патозированная кожа. То, что, скажем, она уже... Именно орбитальная часть глаз у нас первым делом подвергается процессам, скажем, старения. Это вот сразу со временем становится заметно, появляются морщинки, изломы. И пациенты, когда приходят, они вот это вот, свои проблемы рассказывают. Они это все рассказывают. Я им, опять-таки, объясняю, показываю свои работы. Вот. Многие просят скинуть эти работы, скажем, в Инстаграм, в Ватсап. Нет. Это очень конфиденциально. Вот. Есть же такое понятие врачебная тайна. Вот. И мы ее очень сильно соблюдаем. А в тех случаях, когда, скажем, пациент немного начинает, скажем, вот хотел бы посмотреть, ну, естественно, он это должен знать, да, мы это все показываем. Показываем все это индивидуально, он видит результаты, с этим соглашается, мы обговариваем каждый момент операции. Каждый момент операции вплоть до, скажем, полного восстановления. Ну, понятно, женщины в возрасте приходят из-за того, что, ну, все-таки процесс старения так или иначе приходит. А молодые пациентки с чем приходят? Молодые пациентки – это в основном более эстетическое, да, ближе к косметологии. Это вот изменение турбора кожи, изменение, скажем, сухости. А в этом случае что вы рекомендуете, что делаете, чем помогаете? В этом случае я с ними провожу только беседу и направляю, скажем, к косметологу. Это более косметологическая процедура, и пусть наши косметологи, между прочим, очень хорошие. Я знаю, у нас в Актюбинске, которые с этим очень прекрасно борются. Действительно, им это все помогает. Вот. И контингент молодых, на что они хотят? Это изменение формы губ, изменение носа. Кому-то не нравится горбинка, кому-то не нравится широкий нос. Вот. И изменение, скажем, формы глаз. И отопластика. Отопластика сейчас у нас в Актюбинске довольно-таки широко применяется. Вот в этом плане. Ну, а мужчины с чем приходят? Мужчины, вы знаете... Какой хитрый вопрос, Артем. Здесь, по большей части, это лишний вес. Лишний вес – это, скажем, липосакция. Когда уже диета и ничего не помогает? Вы знаете, честно скажу, в большей части, как лень, скорее всего. И образ жизни. И образ жизни, да. Наш образ жизни, опять-таки, во время беседы не всегда я им предлагаю эту процедуру. Сначала, скажем, стараюсь занять спортом, плаванием. Пусть постараются, пусть побегают немного, скажем, попробуют вот эту вот нагрузку, а дальше уже видно будет. И та же диета. Если, скажем, в этом случае не помогает, то да. То в этом случае уже поможет пластиковая. Это уже серьезные случаи оживления, да. Ну что ж, мы вам можем пожелать только благодарных клиентов. Без работы вы не останетесь в этой той силе. Мне кажется, это всегда здорово, когда не нужно никуда ехать. Когда можно в своем городе прийти к специалисту, посоветоваться, проконсультироваться. И когда есть специалист, который скажет, нужно или не нужно, да. А не так, что все это распустил и под нож сразу же. Многие приходят, а, как хорошо, что, типа, вы здесь, вы приехали. На самом деле, я никуда не уезжал. Был такой период времени, когда я, скажем, был в Санкт-Петербурге, работал в Алмате, там же обучался по пластической хирургии. Это в Сызганово. У меня есть мой руководитель, гуру, это Мурадов Мисмин Исланович. Также, после всех этих обучений, опять-таки же вернулся сюда. Вот, потому что у нас запад, это вот Атрау, Ахтау, Ахтубе, очень проблематично, скажем, с эстетической хирургией. Она очень сильно так не развита. Далеко от Алматы. То есть, поэтому они к нам сюда. И наши пациенты, скажем, едут в ту же Корею, едут в тот же Санкт-Петербург, в ту же Москву. Есть пациенты, которые, скажем, приходят ко мне, с которыми я беседую, где, скажем, я помочь не могу. Это довольно-таки, скажем, обширные повреждения, когда идут реконструктивные хирурги. То этих пациентов, ну, скажем, вот, есть знания, но нет того материала и нет той аппаратуры, с чем бы мы могли исправить этот дефект. Тогда, да, ребят, я тогда созваниваюсь, скажем, с нашими коллегами и стараюсь... Помочь в любом случае. Да, да, помочь в любом случае. Ну, без помощи они не останутся. Однозначно. Спасибо вам огромное, что всегда, ну, мне кажется, ответственный подход это. Это однозначно ответственный подход. Помимо этого, еще я ассистент кафедры общей хирургии, это Западно-Казахстанский государственный медицинский университет. Там работаю на кафедре с Джакановым Мураткинистовичем. И мы, как бы, преподаем нашим студентам. Это студенты третьего курса. И, вы знаете, большой интерес проявляют сейчас наши молодежи. Наши молодежи. Ну, и в этом плане, скажем, если немного отойти в истории нашей семейной, скажем, хотел бы поблагодарить своих родителей. Вот, у нас, как бы, династия. Династия. У меня и папа-хирург, и дядя-хирург, и, скажем, тетки. Мы, как бы, все врачи. Вот. И в этом плане у меня не было другой возможности, как, знаете, вот, из вот такого вот маленького возраста, когда ты уже видишь эти манипуляции, дома, скажем, очень много книг, литературы, те же шприцы, вот эти вот, знаете. И, знаете, и это вот со временем, она вот дает о себе знать. Ты уже, как бы, другой профессии не видишь. И начинаешь уже в этом совершенствоваться. Совершенству нет предела. Наверняка и ваши дети тоже. Надеюсь. Это хорошо. Это хорошо, когда есть династия. Мы теперь знаем, что у нас в городе еще одна династия, о которой можно снять сюжет. Да, да, да. Или же пригласить по отдельной теме. Спасибо вам огромное. Успехов вам, благополучия, конечно же. И, прежде всего, здоровья. Да, мы напомним, что в нашей студии был Ибрагим Ибралов, пластический хирург медцентра Евразия. Который расположен по улице Ябак, 1Г53 0808. Номер телефона, по которому вы всегда можете позвонить и узнать любую интересующую вас информацию.